Я не понимаю, как мысли и эмоции могут быть материальными. На самом деле, разницы между эмоциями и мыслями не существует. То, что вы называете эмоцией, это на самом деле более сочная часть мысли. Да? Как вы думаете, так вы и чувствуете, не так ли? Если я думаю про кого-то, что это чудесный человек, то я буду испытывать к нему приятные эмоции. Если я думаю, что это ужасный человек, я буду испытывать к нему неприятные эмоции. Могу ли я думать, что этот человек ужасен и испытывать к нему приятные эмоции? Могу ли я думать, что этот человек прекрасен и испытывать к нему неприятные эмоции? Это возможно? Нет. Ведь как вы думаете, так вы и чувствуете. И наоборот, как вы чувствуете, так вы и думаете. Если вы испытываете приятные эмоции кому-то, тогда как бы вы ни посмотрели на него, всё в нём будет казаться прекрасным. Да? Да или нет? Замечали ли вы, что как только вы начинаете испытывать приятные эмоции кому-либо, ваши мысли начинают говорить вам прекрасные вещи об этом человеке? Но допустим, завтра все приятные эмоции испарятся, и внезапно ваш ум начнёт говорить вам, насколько этот человек ужасен. Да или нет? Потому что мысли и эмоции невозможно разделить. Мысль суха, эмоция полна сока, но это одно и то же. Так что давайте не будем проводить такое различие. Но как они могут быть материальными? По-моему, вчера мы это уже рассматривали. В наши дни можно измерить мысли с помощью приборов. Вы знали об этом? Можно подключить к вашей голове провода и измерить уровень активности вашего ума. Ваших мыслей? Вы, наверное, слышали о таком. Не так давно меня подключали к одной такой машине. Обычно я не опускаюсь до подобных унижений. Я согласился только из-за одной социальной ситуации. И они подключили меня к машине. Они хотели изучить мои гамма-лучи или что-то такое. Все приборы просто показали прямую линию. Они мне сказали, вы мертвы. Я сказал, хороший диагноз. Тогда они сказали, либо вы мертвы, либо ваш мозг не работает. Я сказал, да. Если мысли можно измерить, должно быть они материальны. Да или нет? Если их можно измерить с помощью материальной машины, это означает, что они материальны. Они могут быть более тонким аспектом физического, но все же они материальны. Они о материальном, и сами они материальны. Они не могут существовать без материальности мозга. Не так ли? Если мы уберем ваш мозг, сможете ли вы думать? Нет. Так что они очень даже материальны. Свет материален так же, как и лампочка. Не так ли? Свет невозможно пощупать. Но он все равно материален. Он очень даже материален. Вам это может не понравиться. Мои эмоции настолько приятны. Как они могут быть материальными? Они материальны. Что не так с материальным? С ним все в порядке? Кто вам сказал, что с материальным что-то не так? С материальным все в порядке. Что не так с материальным? Материальное — это мироздание, не так ли? Да. Только если вы испытываете мироздание как нечто очень прекрасное, только тогда Создатель приобретает для вас значение. Если творение ужасно, то творец должно быть еще более ужасен. Да или нет? Если это тело ужасно, то Бог должно быть просто невероятно ужасным существом. Не так ли? Да или нет? Вам это не нравится. Это ничего. Он ужасен. Он ужасен. Продолжение следует...